Добрый вечер, РФТОВ. В этом видео мы расскажем, как обратиться к мужчине, и речь идет о неформальном обращении. Этот урок является продолжением видео номер 216, ссылка находится в описании, где я рассказывал об обращении к человеку. Я рекомендую послушать. Материал предназначен для изучающих современный язык разговорный иврит. Мы сначала прочитаем диалог, в котором участвуют. Я покажу. Козлик, его зовут Барха, и Козочка, ее зовут Мини. Аллан Бахурчик. Ай, они не Бахурчик, они Ахатаншилах. Ай, ты не Ахатан, Ахи. Только в месяц вы раздавите линок. В месяц и полчаса. Я в месяц 5 месяцев. Я уже могу. Да, друзья. Ты уже могу. Заламе. Но не сейчас. Не в месяц. Я в месяц. И теперь разберем. Сначала Мини приветствует Козлика и говорит ему Алан Бахурчик. Алан – это арабское слово. Переведем его как «привет», а формально чувствую себя как «дома, добро пожаловать». В ивритском сленге «привет», «здравствуй», Алан Бахурчик. Несмотря на то, что здесь приводится это обращение, я переведу его как «парниша». То есть мы чувствуем, что не во всех ситуациях это подходит. Так обращаться к незнакомому человеку нежелательно. То есть «парниша». Примерно так. Ну, Мини может себе это позволить. Барха отвечает «ай», «привет». Это тоже ивритский сленг, английское слово. «Привет». Ани Лобахурчик, я не парниша. Ани Ахатан Шилах. Я твой жених. Мини говорит «Ата дайн ло Ахатан Ахи». Ты все еще не жених или ты еще не жених, братишка. Обратите внимание, слово Ахи формально мы переведем как «мой брат». Но в современном языке, так как это слово в армии стало очень популярно, его правильнее перевести в разговорном иврите как «братуха», «брательник». Примерно так. То есть я не рекомендую это слово использовать в обычной речи, потому что оно как бы стало показушно таким, скажем так. То, что подходит для казармы, не всегда подходит для обычной жизни. То есть мы не будем к незнакомому человеку обращаться Ахи. Как обратиться, я чуть позже еще дополню, скажу вместо этого. Мини продолжает «Рак рифней ходыш и в сакта линок». Только месяц назад ты перестал кушать материнское молоко, пить материнское молоко. Линок, сосать молоко. И мы чувствуем, что здесь тот же корень, что в слове «тинок». Тинок – это младенец, который еще сосет молоко. Линок, сосать молоко. Барха говорит «Лифней ходыш вахэци» – полтора месяца назад. «Ани бен хамиша ходаши им». Мне уже пять месяцев, он уже большой, половозрелый, это я объясняю, козлики уже в это время могут. И он говорит «Ани кварьяхоль, я уже могу». Мини ухватывается за эту мысль и говорит «Нахон, Гевер, действительно мужик». «Гевер» – это мужчина, а в разговорном языке – мужик. «Машломха, Гевер», например. «Как дела, мужик?» И «Атакварьяхоль, заламе». «Ты уже можешь». «Заламе» – это не еврейское слово, арабское слово. И в переводе оно означает тоже «мужик». Слово не является оскорбительным, а наоборот, так же, как в русском языке. «Как дела, мужик?» «Как дела, мужчина?» Примерно так. То есть в дружеской среде, когда мужчина обращается к мужчине, это нормально звучит. Особенно в тех районах, где арабский язык, он близок. То есть, скажем так, в районе Иерусалима, в районе Хайфы, где влияние арабского языка на разговорный иврит очень сильным является. Многие это слово используют. Поэтому те, кто живет в этих районах, желательно, может быть, не обязательно его знать, но важно его понимать, когда кто-то говорит. «Барха» продолжает «Авалоахшав», но не сейчас, он еще маленький, он хочет кушать. «Лолифнеяруха» не перед едой, не перед трапезой, а не «бореах». И так как он еще маленький, у него склонность, чуть что он убегает, боится. Пугливый, мини, большая, страшная в чем-то. И вот при малейшей возможности он отдаляется от нее. Имене ему говорит «Шалом Хавер». Это можно перевести по-разному, как «До свидания, товарищ» или «Прощай, друг». То есть «Хавер» в принципе, это обращение к незнакомому человеку звучит нормально, к незнакомому мужчину, когда мы обращаемся с использованием слова «Хавер». И теперь слова, которые нам могут пригодиться. Когда мы обращаемся к незнакомому мужчине, мы можем использовать универсальное слово, как и для обращения к женщине, сказать «слиха», чтобы привлечь к себе внимание. «Слиха», «извинение», по смыслу «извините», «простите», «я хочу спросить», «я хочу пройти», «еще что-то». То есть не указывая мужчина, женщина, непринципиально, девушка, парень, «слиха». Если мы обращаемся к мужчине, мы можем сказать «слахли». И это как «прости меня», «извини меня». Мы тоже таким образом привлекаем к себе внимание, вежливое обращение. «Слахли» или «ты слахли». То же самое, только мы используем здесь глагол в будущем времени. «Извини меня», как бы «разреши мне тебе помешать». Вежливое обращение во всех ситуациях подходит. «Ахи», я уже сказал, несмотря на то, что в классическом иврите, в иврите высокого стиля, это слово звучит как «мой брат». В обычной речи оно звучит как «братуха», «брательник». Неформально. Не будем его использовать. Во всяком случае, я не использую. А как обратиться примерно с тем же смыслом? «Брат мой», если мы хотим сказать. «Ах, шили». И это обращение очень популярно в среде выходцев из арабских стран. Из тех, я сейчас так условно скажу, из тех, кто приехал из Марокко, или их предки приехали из Марокко, и других исламских стран, скажем так. Они любят так обращаться к незнакомым и к знакомым мужчинам. И это воспринимается абсолютно не то, что нормально, а как бы хорошо. И показательно они обращаются так ко многим. «Мой брат», даже к незнакомым людям так обращаются. Это вежливое, нормальное обращение. Нам немного сложно к этому привыкнуть, мы не обязаны так говорить. Но если мы слышим, то есть человек обращается к нам уважительно. Это звучит нормально в разговорном иврите. В регионах, где арабский язык сильно влияет на иврит, эта же самая мысль «мой брат» передается словом «ахуй». И так могут обращаться не только арабы к евреям или к арабам, а так могут многие евреи обращаться, в том числе и к арабам, и друг к другу. «Ахуй, мой брат», «брат мой». Естественно, что в тех регионах, где нет влияния арабского языка, где мало работают арабов или не живут там арабы, мало кто знает, о чем идет речь, вас могут не понять. То есть в Хайфе, в районе Иерусалима, например, поймут. «Гевер», мы сказали, это мужчина. То есть обращаться просто так кому-то, например, в автобусе, «гевер» и дальше «разреши мне пройти» или еще что-то, считается нетактичным. Но в неформальной обстановке, когда мы разговариваем с кем-то, с товарищами по работе и даже с незнакомыми людьми, с которыми мы сталкиваемся по работе, то добавить слово «гевер», «мужик» – это звучит нормально. «Машлумха гевер» – «как дела, мужик». Примерно так, нормально звучит, то есть по ситуации. Но мы не будем в автобусе обращаться к кому-то, «гевер», например, «гевер» и в «шарла-авор», как бы мужик можно пройти только в какой-то ситуации, связанной с работой, когда этот человек каким-то образом знаком. То есть мы, может быть, его не знаем, но нас связывает одно место работы, например. То же самое было в тексте слова «заламе» – это «мужик». То есть эти слова мы будем добавлять, когда мы что-то говорим. Например, «машломха заламе» – «как дела, мужик». Это нормально звучит в неформальной обстановке и в регионах с влиянием арабского языка на иврит нас поймут и нормально все это воспринимается. Слово «хавер» – это и формальное обращение, и в неформальной обстановке мы тоже можем сказать неформальное обращение. «Хавер» – это товарищ или друг. И если мы обращаемся к группе людей, то нормально звучит «хевре». И обратите внимание, когда мы пишем это слово, принято после «рэш» добавлять «гэрэш». Потому что если убрать «гэрэш», то это слово можно прочитать как «хевра» или «хавера». То есть нам непонятно, как его прочитать. А если будет стоять «гэрэш», это подсказка, что это слово мы прочитаем как «хевре». Слово по звучанию, оно не характерно для иврита и не случайно это слово пришло в иврит из арамейского языка или, во всяком случае, под влиянием арамейского языка. Поэтому звучание у него такое нестандартное «хевре». Я очень надеюсь, что этот материал был несложным и полезным. Спасибо за внимание. С вами были Марк и Таня. Лейтраут. До свидания.